Вопиющий случай в детском оздоровительном лагере «Волжанка», который произошел на выходных, не оставил ульяновцев равнодушными. Напомним, ночью в корпус, где спали дети, ворвался нетрезвый мужчина. Дебошир сначала проник в спальню девочек, где вел беседы с одной из них. Затем нарушитель проник к мальчикам. Он разгромил мебель, заставлял детей отжиматься, чистить зубы, а тем, кто не слушался, отвешивал подзатыльники. Охрана вызвала полицию и мужчину задержали. На данный момент дело передано в Следственный комитет. Он в настоящее время задержан, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Также следствием будет дана оценка бездействия у лиц, ответственных за обеспечение безопасности детей и соблюдение режима охраны. Вопиющий случай халатности разобрали в правительстве Ульяновской области. Заходи, кто хочешь, твори, что попало. Сейчас выясняется, почему на территорию так легко мог проникнуть чужой человек. Дверь в корпус была открыта. Как утверждает руководство лагеря, сделано это для соблюдения пожарной безопасности. На данный момент Волжанка работает в штатном режиме. По причине вчерашнего инцидента лагерь покинули трое детей, касающихся именно этого отряда. С детьми ведется усиленная работа. Со всеми родителями администрация лагеря поддерживает диалог. Предотвратить нападение на детей не получилось. Все причастные понесут наказание. Проводится сейчас служебная проверка. Очевидно, есть факты, допущенные непосредственно работниками ЧОПа по их инструкции и действиям. В том числе, есть очевидно, понятно, что этим самым нарушен и договор, который заключил директор этого лагеря с ЧОПом. Поэтому, конечно же, здесь нужно смотреть реально о степени ответственности должностных лиц, которые будут внести в то или ином случае, как и директор детского лагеря Волжанка, так же и директор ЧОП и сотрудники, которые несли службу. Тем временем Росгвардия уже провела проверку среди частных охранных предприятий. Но одними ревизиями не обойтись. В несколько лагерей тоже проникали незваные гости в этом месяце. Подобные инциденты систематичны в Ульяновске. В Минпросвещении проведут комплексную проверку загородных лагерей на соблюдение мер безопасности. Будем смотреть еще раз все, начиная от тревожной кнопки. Причем сейчас было обращено внимание, что тревожная кнопка – это не только та кнопка, которая выходит на центральный пульт частной охранной предприятии. Но важно еще, чтобы эта кнопка выходила на пульт Росгвардии. Заместитель губернатора Игорь Эдаль дал поручение Минобру и силовикам. Учения с отработкой нештатных ситуаций должны быть обязательно проведены. В лагеря этим летом заедут еще две смены. Последняя продлится до 30 августа. Перед их запуском все места отдыха должны быть проверены, а работа охранников переформатирована. Также планируют заменить камеру наблюдения на современные с более широким углом обзора. Виктория Черкова, Данил Сурков. Улправда ТВ.